Хо Юй Хао получил Пятое Кольцо, Аван Цюэр, Духовную Кость от Зверя Волка. События развиваются стремительно. Жаль, не удалось заключить контракт с Серебристым Зверем, но в оригинале он не стал духовной душой Хо Юй Хао. Кстати, если вам интересно узнать подробный сюжет, как все было в оригинале, такое видео выйдет на втором канале, так как в серии Боевого Континента 2 очень много сокращается. Например, в оригинале во время критического сражения Ван Цюэр передала свою силу Золотого Дракона Хо Юй Хао, и на нем образовались непробиваемые золотые доспехи. А позже Ван Цюэр была на грани смерти, и Хо Юй Хао разрезал свое запястье, чтобы его кровь, богатая силой золота жизни, попала внутрь Ван Цюэр. Также в первоисточнике и самец темно-золотого медведя Ужасного Когтя и Медведица умерли. Хо Юй Хао пришлось усыновить медвежат. В конце концов детеныш увидел Хо Юй Хао, как только открыл глаза и посчитал своим папой, ну прям как снежная дева называла его папой. В итоге в аниме Хо Юй Хао не усыновил детеныша-медведя Ужасного Когтя. Основная причина заключалась в том, что Хо Юй Хао и Ван Цюэр спасли медведицу, поэтому бессмысленно забирать ее малыша. Второй важный момент – мы потеряли три духовные кости. Хо Юй Хао и Ван Цюэр объединились, чтобы убить троих зверей-волков и получили три одинаковые духовные кости. Тем не менее, в серии только одна кость досталась Ван Цюэр. Трейлер 70-й серии еще больше взволновал фанатов. Обморок Ван Дуэр не только расстроил зрителей, но и обстоятельства ее скрытой болезни также вызвали множество вопросов. Ее лицо бледно, а тело разрушается. Ван Дуэр внезапно потеряла сознание и находилась в критическом состоянии. Неужели это серьезно? Хотя этого не было в оригинальной работе, создатели решили добавить этот сюжет ради драматичности и многослойности. Повлияет ли эта адаптация на тонкие эмоциональные отношения между Ван Дуэр и Хо Юй Хао? Далее поговорим о Хо Юй Хао. Он собирается отправиться в путешествие за растением, убитое горем алое сердце, демонстрируя свой новый навык «Щит отражения жизни». Этот навык – важный поворотный момент в развитии Хо Юй Хао. Уйдет Ван Цюэр или нет? В оригинале она является лучшим партнером для сопровождения Хо Юй Хао. Если Ван Цюэр не будет участвовать, то Хо Юй Хао придется столкнуться с возможными испытаниями в одиночку, что, несомненно, удвоит напряженность сюжета. Брат Тянь Мэн, ледяной шелкопряд, просыпается и появляется личность Хо Юй Хао как хранителя жизни. Пробуждение и превращение шелкопряда во вторую душу Хо Юй Хао, несомненно, является еще одним ярким моментом трейлера. Это изменение роли не только обогатило систему души Хо Юй Хао, но и придало ему новую боевую мощь. Сочетание игривого характера Тянь Мэна и его способностей, несомненно, добавит веселье и разнообразие в приключениях Хо Юй Хао. Ледяной шелкопряд, наконец, вышел из своего кокона, завершив великолепное превращение из обычного духовного зверя в душу. Настройка навыков его «щита отражения жизни» подобна неразрушимому синему щиту, который обеспечивает Хо Юй Хао мощной защитой. Милый образ ледяного шелкопряда стал еще более забавным. Сюань Цивэнь, как механик восьмого уровня, несомненно, придаст секте Тан мощную технологическую поддержку. Он обладает уникальным пониманием таланта Хо Юй Хао к руководству душами. Именно эта оценка и признание способствовали его отношениям с сектой Тан. Он даже получил пост заместителя главы. Команда Хо Юй Хао сражается за секту Тан. Как только Хо Юй Хао и остальные вернулись в Академию Шрека из секты Тан, они узнали важную информацию. Начинается новое соревнование и ввели новые правила, которые позволяли сектам отправлять команды на соревнования. Это дало Хо Юй Хао и остальным еще одну идею. После обсуждения Хо Юй Хао, Бэй Бэй и другие единогласно решили, что на этот раз они не будут соревноваться от имени Академии Шрека, а решили выступить за клан Тан. Таким образом, они прославятся в элитном соревновании и Тан Я обязательно узнают о возвышении секты Тан и сможет вернуться. Возможно, Хо Юй Хао и другие тоже могли бы узнать новости о Тан Я и вернуть ее. Теперь, когда Хо Юй Хао, Ван Дунер, Бэй Бэй и другие решили участвовать в элитном соревновании в качестве команды клана Тан, Академии Шрека необходимо отправить другую команду. По выбору старейшины Сюаня и других учителей, Ван Сюэр была выбрана капитаном для формирования новой команды, которая будет представлять Шрек. Кроме того, эти две команды, команда Хо Юй Хао и команда Ван Сюэр начали соревнования. Между Хо Юй Хао и Ван Сюэр разразилась огромная битва, и Хо Юй Хао стал еще более могущественным. Он действительно осмелился сразиться с Ван Сюэр, с ее духом Золотого Дракона. Что ж, нас ждет потрясающая серия, полная интересных событий. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, за какую команду вы болеете, Хо Юй Хао или Ван Сюэр. Подписывайтесь на канал и всем пока!